Школьные кабинеты в Златоусте опечатали из-за плесени. Решение принял суд после жалобы сотрудников Роспотребнадзора, поскольку присутствие плесени угрожало ученикам аллергией и бронхитом. Что теперь будут делать учителя, расскажет Юлия Савосина. Дыра посреди стены и следы потопа. Так выглядят коридоры в Златоустовской школе номер 36. А это опечатанные классы. Их закрыли после проверки Роспотребнадзора. Находиться внутри опасно для здоровья. Директор уверяет, виноваты во всем недобросовестные строители. Летом в 2016 году нам ремонтировали кровлю. И, наверное, повредили водосток. При первых ливнях в сентябре у нас появились потеки в реакреации третьего, второго и первого этажа и в кабинетах 314, 214 и 112. Несколько кабинетов в Златоустовской школе закрыли после проверки Роспотребнадзора по решению суда. Причина – появление плесени на стенах. Справиться с проблемой самостоятельно администрация школы не смогла. Не помогли ни кварцевые, ни ультрафиолетовые лампы, ни антигрибковые средства. Руководителю выставлено требование, состоящее в запрете осуществлять образовательную деятельность в нескольких кабинетах. Уроки сейчас идут в других кабинетах, а в эти закрыт доступ для всех без исключения. Ведь бытовая плесень, которую там обнаружили, может быть опасна для здоровья. Ну, например, у людей, которые находятся достаточно длительное время в комнате, например, пребывают, где находится плесень, может вызвать обострение, например, аллергических реакций, таких как, например, бронхиальная астма, приступ бронхиальной астмы. Пока занятия в опечатанных кабинетах приостановлены на 20 дней. Плесень нужно уничтожить и заново сделать ремонт. Полностью завершить работы планируют к началу ноября.